Тщательным людям началось следующее мое путешествие на новом винте скоростном с обкаткой. Мы уже тут круг почета сделали и немножко экологию нарушили. Ну, винт новый, скоростной, в общем, удивляет, поэтому все погружено. Даже вот этот умнейший человек нашел способ, как коляску сложить, поэтому вообще, короче... Это кто-то знает любая домохозяйка. Ну, домохозяйка знает, я уже с шестого возраста вышел. В наше время таких колясок не было, были здоровые. В общем, все, стартуем. Так что стрим будет, задержка или как-то. Он гоняет там. Обстановочка. Вот такая у меня по-новогоднему симпатичная обстановочка. Так, сейчас подсвечу прожектором. Вот там лодка стоит. Все разгружено. Там остался бензин, спиннинги, весла и пара тентов там, веревки. Ну, такое все, ненужное, в общем-то. Все остальное мы разгрузили благополучно. Тент подтянуть. Поскольку будет все равно задувать, я так думаю. Сейчас я его на крючок насажу. Ну, это именно лодочная. Вот, сделан уже сам. Я тут быстренько скрипал. Тентры, стяжки и все остальное. Вот уже роса появилась. Достаточно противное явление. Поэтому надо моторы там, все это. Ладно, сейчас закончу снимать, приду, уберу. В общем, все. Сушатся носки. Чтоб их не унесло ветром. Подвесло. Тут кто-то долбится в чате. Можно ими там приложить. Пусть сушатся, короче. Ну, а там у меня вот работает раз. Вот, видно, да? Сейчас. Вот, раз. Сразу два освещения. То есть, все, я выключил свой след. И у меня достаточно красиво. Со стороны так вообще очень охренительно. Вот стульчик. Камера не передает. Человеческий глаз более объективно смотрит. Вот эти лампочки дежурные. Потребляют в районе 5 ватт. Там одна десятая ампера. То есть, аккумулятора вот этого хватит надолго. Второй аккумулятор резервный. Ну, он на насос. Плюс вот еще одна. Еще 5 ватт. Ух ты, ветром ее сдуло. Развернуло. И она свет не туда дает. Она вот так вот была сделана. Ну, я ее не подвязывал просто. Натянул. Сами, значит, деревья захотели. Захотели по-своему. Это вот вторая герметичная. Да, что такое? Ну, куда бы она не светила, она все равно светит. Для меня... Ай! Короче. Причем я могу ее регулировать, яркость опять же. То есть, не на 100 ватт. Ой. А, скажем, на 50, на 25. Так вот. Ну, дистанционка тут у меня в руках. Всем известный вот этот предмет. То есть, тут я постелил. Сейчас сяду пить кофе. Сейчас еще сполоснуть надо заваривать. Это вот шмурдяк весь. Вот он. И там, поднизу. Короче. Палатку вставить несколько позже. Сейчас надо покушать. И прийти в себя. В общем. Чтоб розовая морда была. Ноги уже сухие. То есть, уже я переобулся. Ну, собственно. Можно первый день костну. А завтра уже буду поутряне думать, как навес сделать. И все остальное. Ну, палатку я хочу, наверное, вот здесь поставить. Тут у меня пол. Под нее вот рулон. То есть, еще на стилю. Плюс фанерка. Чтоб было просто жестко и мягко. Одновременно. Плюс надувной матрасик там и все остальное. Попробуем надувной матрасик как-то. Ну, палатка новая, поэтому все новое. Ветер подымается, крепчает. Достаточно неприятно. Зато нет комаров теперь. Вот такой вирич обивак. Короче. Просто суета, бегота. И второе. Я забыл. Зарядку. Телефону. Вот из-за этих двух косяков я сейчас сижу тут внутри. Отдел тельник. И самый прикол был вчера. Где-то с минут сорок я ставил палатку. Первый раз. Вот эту вот ночью. Натурнайк. Конечно, палатка охренительно непонятная. То есть, в одиночке установить, да еще ночью, в общем-то, целый головняк. Если бы она не была пристегнута, я бы вообще забодался. Самое сложное. У нее три крестовины, шестигранник. Согнуть было крестовиной. Особенно первую. Потому что они сгибаться никак не хотели. То есть, система такая практически без колышков. И, в общем-то, хорошо, что не было комаров. Иначе меня просто сожрали. Ну, они были, но редкие. Как видите, это не комары. Даже вот по внутреннему пологу. Сейчас покажу. Вот термос у меня внутри. Вот. Видуха. Поливает, конечно, от души. Тут у меня сушится. Ну, уже знаешь, что будет заливать. Я тут постелил двойной, как бы, тент. Вон уже воды куча собралось. При этом, вроде, взял под наклоном, выбрал место. Но все равно. Мрак, конечно, полнейший. Стул вот мокнет. О, уже набралось воды. Я туда спрятал под него, значит, кроссовки. Вон столик мой, который я показывал ночью. Там все под низ, убрал. Что такое. Ну, плюс рюкзак с едой здесь. Ну, остальное там в контейнерах герметично. Проезжают пара лодок под тем берегом. Грохот стоит, ляск. Прикрыт тентом. Вон стоит катабайт. Вот. Ну, тоже там не до конца сидушка-транец открыта. Идти вообще в лом туда. И, собственно, самое главное, тент я не установил. Вот облака. Сейчас буду страдать, короче. Прежде всего, отсутствие костра скажется. Потом бегать, искать сырые палки. Ну, я так растопку положил мелкую. Но это несерьезно. В общем, вот такие дюны вокруг. Поселок вот в той стороне, да, куда я. Пришел я вот снизу. Мост там в тумане заметен где-то. Но сейчас увеличу. Не видно вам. Мне видно глазом. Ну, он вот в тумане. Это вот серая по центру. Вот. Вот он. Это мост. В общем, такие вот дела, короче. Закрывают, ульются. Ну, вентилируется хорошо палатка. Но почему-то у нее вот дно не натянуто. В общем, из-за этого замки ходят плохо. То есть, надо рукой придерживать. Короче, не рекомендовал бы я ее начинающей. Может, какие-то у нее плюсы есть. Но вот в данном случае классика была бы лучше, короче. Я исповедовал свою новую палатку. И эту, а прошлогоднюю. С большой теплотой. Ну, место тоже по высоте неплохо, конечно. Но, опять-таки, отсутствует полочка, куда можно положить, поставить свет. То есть, всего лишь один крючок. Соответственно, не повесить, нет. Ну, то есть, для двух даже тесновато. Такая чисто при всех понтах легкости минималистичная палатка, в общем-то. Ну, неплохая, судя по тому, как вот отбивает дождь, ветра нет. Ну, тем не менее, как бы тут погоня за легкостью, за всем-всем-всем, она в минус, как бы, скорости, бедус, понятности и так далее. Ну, и, конечно, как ни странно, песок у нее попал. То есть, песочек мелкий, он и так попал, и эдак, короче. Хотя, вроде, все закрывал, но тем не менее. Чистить ее от песка будет цельная проблема от маленького вот этого. Ну, а дальше, как бы, живем. О, как начало, а. Я чувствую, у меня тут вот и будет жизнь. Придется горелку сюда нести, и воду, и, короче, день сегодня пройдет, наверное, вот так вот в палатке, и вы. Пыльцепи ожидалось, что будет дождь. Ну, жить в палатке, конечно, приятного мало, в общем. Да, тут у меня матрасик надувной, что-то он совсем концы сдал. Сдулся, нахрен. В общем, не оправдал надежд вообще ни в каком виде. Причем сдулся еще ночью, буквально первые полчаса. Причем-то подушка, главное... А, ну, подушка тоже сдулась. Это у меня другая подушка надувная, своя, вот это, Адвентюрерская. В общем, ого! Ого, как фигачит! Ну, ладно. Вот сейчас подобно этому насекомое было изгнано из палатки изнутри. Причем, как оно попало туда? Ну, щели, конечно, есть на крыше. Минуты три я его ловил тут. Потому что оно, ну, прыгало. Вроде они не шустрые, но, как бы, это... Даже в спальник пытался залезть этот муравей. В общем, топит меня. Топит помаленьку. Вот, вообще стал дикий какой-то, абсолютно дождь. Вон, что творится. Я уже выливал тут с пологоводу, ну, как бы, припустило, так припустило. Вон. Ой, елки-палки. Радость, что комаров нет, не мошки. Отбивает воду хотя бы так. Это я еще правильно поставил на уклоне ее. С небольшим уклоном в сторону ног, ну, как бы, не знаю, насколько это кайфово все. В общем, пока вот так, вот, полседьмого, термос внутри, выходить не хочется. Конечно, надо было тент натянуть, хотя бы перед входом, ну, чего уж сейчас. Отдых после ночных блужданий, после всего-всего-всего, в итоге, как бы. Вот матрасик накачал. Оказывается, там два клапана, здесь стоит такой, то есть две крышки. Ну, вроде держит пока. Видимо, я вчера клапан не закрыл, через него спустило. Кстати, вот сейчас покажу схему установки палатки, блин. Тут нарисовано два человека, нужно два китайца. То есть, когда она вот так шестиграник раскладывается, потом два китайца натягивают одновременно, а в одиночку крайне сложно белому человеку понять, что хочет. И вот, чтобы поставить вот такую вот хреновину, да еще ночью, очень геморройно. И только когда она поставлена, там еще непонятно было, как центральные крепятся. Там они должны крепить, вот не видно, по две рейки фиксировать, крючки пластиковые. В общем, муторно, короче. Ну, и тут уже два китайца, да, ну, тут я один. Разобрался, конечно, но как бы это... Если бы не эта инструкция, еще бы, наверное, минут 30 разбирался лишних, потому что тут еще прикольные светоотражающие элементы, но через них надо было тоже рейки пропускать. Я вначале просто на крючки повесил. Ну, не такие там, другие они. Рейку облегают, отсюда не видно. О, ну, воды сколько. Короче, допустил я косяк. О, пошла. Оставил горелку под дождем. Сейчас вот подсохло. Кипячу чай. Ну, с ковриком разобрался, с клапаном. Вот, в принципе, неплохо. Пока воду держит палатка, четвертый час уже хреначит. Дождь такой, местами переходящий в ливни. Вот мое место. Показывать дальше не хочется. Ну, как бы. Просто заливает нахрен. В общем, сегодня у меня лежка, короче. Забыл дождевик. Ну, как всегда, блин. Зарядку к телефону, поэтому. Скромный завтрак. В общем. Костер не развел, тента нет. Вернее, не нет. Вот он лежит. Один тент, второй тент упакованный. Где-то тут. В ногах. Вот. Палок нет, короче. Хотел взять алюминиевую, но уже лишнюю тащить. Вертикальную. Сейчас жалею. В общем, продолжаем в Робинзоне. Вот, это налило буквально за 10 минут. Говорит и показывает какой-то необитаемый остров напротив. В общем, с вами Юрьевич. Вот продолжение моей Одиссеи. Сижу, слушаю шум дождя в новой палатке, которую ставил ночью. Как ее ставил, это вообще песня, короче. Боялся сломать, вот покушал. Кофе у меня утром не доел шоколадку, что-то вообще зажрался. Там у меня, сейчас я попробую, сверху клапан открыть, затекает вот кресло. Стол, вон там, иллюминация, которую я показывал. Вот я, сижу в тельняшке. Так, волна идет, там вот лодка, катабайт. Под стол убрал, все, что можно. Ну, на столе уже тут полно воды. Сейчас пока выходить не буду. Удобные входа, но минусы у натурнайка, значит, у палатки в этой присутствуют, причем нехилые. Отсутствие подвесок, вот единственный крючок, за который можно повесить. Вот эти вот лямки непонятно, они, а, дверь клапана поджимают, повесить нельзя. И всего лишь один кармашек, вот это что, это вообще ни о чем. В который невозможно ничего положить. Я вот телефон вот кладу, ну, как бы. Надувной коврик неплохо себя зарекомендовал, я просто не разобрался с клапанами. Уютный, удобная вот структура, спать хорошо. Не хуже, чем на пенке, единственное, что он, ну, так же ползает, даже, наверное, получше. Ползает, как бы, это минус. Остался я, значит, без зарядки к телефону, поэтому вот, экономлю, ну, сколько можно. Песка полно, я старался, как бы, поменьше, но все равно, вот даже здесь видно, мелкий песочек просачивается. Причем он просачивается буквально, не понять даже с чего, потому что вроде как клал все девайсы на подсилку, на ящики. Ну, он даже липнет просто в лед. Так, с этой стороны вид. Вентилируется очень хорошо, не душно, то есть микроклимат неплохой. Вот это вот пространство достаточно вместительное, то есть, видели, у меня там стоит горелка, то есть я ее зажигал. Ну, просто внутри не стал топить, потому что не очень ровно и не очень удобно. Ну, и опять крошки всякие. Можно снизу открывать, но тянуться, лень попадать в песок. Вот такая картина, вон, волна идет. Ну, сейчас тих, дождь. Это вот ночью я изучал это место. Прямо скажем, странное место. Под звук браконьерских. У меня такое ощущение, что генераторы запускали электродочку, а не сетку, потому что грохот стоял. Ну, уроды. Электродочка-то мягко сказано, в общем. Ветер идет как раз попутный, навстречу. Ну, вчера штиль был вообще, я подошел. Как вы помните, вдоль берега я пропутешествовал метров 300. В принципе, подошел, ну, еще там осталось метров 200. И там высокий берег с большими деревьями. Ну, сейчас вот подожди, туда, конечно, не рванешь. На сколько дней я зависну, тут не знаю. В такой погодой можно дня на 4 зависнуть. Проблема отсутствия связей, связи. Он там, он песочек с той стороны виден. Вот все, значит, не взял солнечную батарею и все к ней причитающееся. Сразу автоматом слетело. Ну, и, конечно, непростительная ошибка повербанк, который у меня в сумочке не загрузил. Шнурок есть, а заряжать не с чего. Электрик. Цвету полно. Со цветом, как бы, проблем пока нет. Вот настолько. Ну, вот палатка, картинка. Хоть стих, я сейчас вот выходил, ну, ну, 30 назад, когда моросило так. А до этого просто лилось со страшной силой. Палатка, кстати, чуть перекошена. Вот колышки такие, там видно, вот декоративные. Ну, держат. Причем, вот этот угол воткнулся нормально, а противоположная шестигранника Сота, она ее что-то выпирает. Как я ее не пробовал поджать, ну, сейчас покажу. В общем, как ни странно, мне моя палатка, которую я в прошлом году показывал, новая, больше понравилась трехместка. Ну, она именно за счет того, что две рейки ставятся быстро и переносятся быстро. И вот это вот натягивание, самый был муторный момент, это вот натягивание, сгибание. Ну, вот видно, да, что рейка болтается, не встает она, вон она, вот она рейка, куда втыкается. Вот она не хочет никак, ее почему-то тащит вверх, хотя, казалось бы, в чем это, может, что-то там я не так поднатянул, сместил, значит, защелки, или вот крестовина там, где они объединяются, не знаю, я не знаю. Вот на стульчике сколько воды, ну, стульчик стоит, защищает, понятно, что я мог бы его убрать, но я его оставил специально под защиту от туфлей, потому что можно было внутрь вставить, но песок мне просто это задалбывает, не охота лишний раз вот это, хоть поменьше песка, а все-таки приятно. В общем, сегодня день странный пока, работать не получится, рыбачить тоже, сидеть, снимать кино, ну, так, готовить с Настей смысла нет, они так готовы. И заикариться где-то, порыбачить, поблеснить, такой ветер не получится, уж больно волна, да и солнца нет. Вот такие вот дела. Самое веселое было ночью, конечно, когда неожиданно столкнулся с каким-то подводным объектом непонятным. Ну, как бы, отыграл на трансе мотор, заглох, я так смотрю, ну, что смотрю, свечу фонариком вот таким налобным, что там можно увидеть, вроде винт взял, не загнуло, да, ну, раз-два завелся, дальше пошел. А берега нет, то есть думал, берег уже, коса, и вот шел, ориентируясь на свет поселка, как бы по инквитиции, ну, видно, то есть вот этот вот мысль как бы виден, ну, он так был где-то в километре еще впереди, и ощущения, то есть до острова, я еще не дошел, но ощущения такие странные, и вот ориентировался, слышу слева, значит, по борту, то есть вход у меня вперед, слева этого, где должен остров, чайки уже верещат, то есть там отмерь, думаю, но чайки раз верещат, значит, я уже рядом с берегом, весло, полную руку там, полтора метра дна нет, бездна, короче, и я от этого места еще минут 25, так, не сильно газуя, но, как бы, аккуратно шел, потому что тоже безумно газовать куда-то, жизнь бензин смысла нет, и дошел, то есть вышел в 20 метрах от берега, как бы, все вижу, вот, правда, пришлось подниматься, но я вот милету прошел, то есть там заливчик был я, мог залететь в заливчик, где очень мелко, по колено, он достаточно протяженный, метров 300, там бродить тоже неприятно, изюобразный, то есть 300 в одну, 300 в другую, там, полкилометра, можно так, рассекать по мелководию, ну, вот, сейчас, видимо, за ночную бессонницу мне награда, вот, сидеть, слушать шум дождя, блин, ну, я, в принципе, ожидал, что так будет, думал, разбавлять буду выходом в эфир, в интернет, специально взял тариф, ну, либо просто смотреть, что-то. безлимитный взял, а тут на тебе, забыл, понимаешь, старый стал совсем, без мозга, при этом зарядил, две, главное, что у меня лежали, ну, обидно, досада, ну, ладно, поэтому шум дождя, самые, конечно, эмоциональные, классные съемки были ночью, то есть, потому что это все, как бы, ух, напрягает, вот, вот, с бензином тоже непонятки, потому что, вроде, три раза заправлялся, но, как-то, три раза, это уже много, это, получается, с пяти литров уже, собственно, почти вся каникстра есть, то есть, получается, что мне на обратку осталось с гулькин хрен, ну, как бы, не знаю, с чем связано, не могу понять, то есть, может, правда, винт не совсем эффективно, ну, водоизмещающий режим, может, сильно, в прошлый раз я все-таки на полуглиц выходил с тем винтом, ну, загрузки такой не было на нос, поэтому, тут я, конечно, тоже немножко пролетел, с загрузкой, ну, ладно, опыт нарабатывает, чем больше практики, тем больше опыта, не такая простая штука, этот катабайт оказался, то есть, к нему нужен подход, универсального рецепта для него, как оказалось, нет, что, вот, раз прочитал, он у тебя пошел, то есть, тем более, я еще шел, была опасность все-таки с перегруженным носом уходов, такие вот, при волнах кили, она присутствует на скорости, когда рядом проходит катер, идет за мной катер шел, прям, вот, метрах 50, потом он берет 15 метров, проходит и делает волну, мне приходится нырять в его волну носом, потому что боком чревато, неохота испытывать всякие эмоции, так сказать, спасение, борьбы за живучесть, а еще хуже вылавливать себя и вещи, самура, все-таки не очень теплого, и вообще не хочется, поэтому, ну, и больше таких, это было еще перед мостом, больше таких особых приключений не было, и нелюбовь 95-го бензина, и масло, то есть, рекомендую обкатывать на 92-м, почему, не знаю, 95-й, ну, никак не размешивался, я и так, и эдак, всегда под конец, значит, бака, чихал двигатель, глох, и там, видимо, масло, ну, явный, старт при новой заливке, прям масляной такой выхлоп с дымом, чего не было в прошлый раз, в прошлый раз вообще дыма не было, поэтому, ну, увы, 95-й странный у нас в городе, без 23 продолжает жестко, жесточайше просто заливать, это я вот выбегал, в паузе, сделал обед себе, там, с лодки вылил воду, скукомок, вот, движок поднял, не знаю, видно, нет, их не получится, наверное, увеличить, но сейчас попробую, вон там лодка, вот, катабайс, за кустом прям стоит, вот, видно, вот, столик, ух, тут же открыл, вон он, взлетит, блин, песок, собака, везде, вот оно, видно, да, я его вроде с этой стороны вообще не открывал дверку, бесполезно, он проникает, и все, тут у меня уже чайник, ну, я уже в термос разлил, он пустой, часть термос разлил, часть разлил, нашел я полочку, какой я тупой, я что-то смотрел, смотрел, понять не мог, назначение этой лямки, ну, хорошо, вот, подвесил сюда, ножик, который, вечно он нужен, под рукой, так вот, башкой только штукается, ну, в принципе, что, палатка достаточно высокая, то есть сидишь комфортно, хотя, как бы, тыкаешься, то есть, это вот, я так думаю, изголовье все-таки, а там ноги, с той стороны, напрягает еще вот это вот боковое провисание, то есть, она не тянется, поэтому вот этот вот размер, ходит, ну, то есть, подтирать надо чем-то, ну, и, конечно, вот грязь, придется, я чувствую, не выворачивает вытряхать, но не здесь, опять, где-то надо место искать, вот, или с пылесосом ползать, потом по ней, поставить дома, вон, видно, там, с краю, капельки, если вас мои ноги, басы не смущают, вот, могу ноги показать, пятки, то есть, сижу, как король, короче, на именинах, в общем, в принципе, там где-то пакет для мусора, тепло, вентиляция очень хорошая, то есть, позитивно, очень хорошая вентиляция, то есть, вот эти вот, боковые, как бы, не нужны, были бы они, еще бы на них песок сыпался, то есть, для, потапливого, либо, подпитого состояния, сам оттуда, то есть, никакого, ну, я все шучу, никакого перегара, нагара, то есть, конечно, узковато чувствуется, но, в принципе, сюда может столик влезть, то есть, как бы, стоит попросторнее, там можно иметь сквозь лечи, всякое разное, ну, так, все-таки, для двух человек, но, это вот палатка для одного человека, оптимально, установка, конечно, пока, я не разобрался, очень, скоростная, очень, плохо минус, значит, что, мне неудобно сушить в этой палатке, то есть, верхняя рабочая нет, и со светом, то есть, сюда, ну, только если светильник вешать, то есть, было бы два или три крючка, даже вот было бы три крючка, было бы уже веселее, это вот сюда я не подвешиваю, это эти боковые все эти самые, конечно, можно так извратиться, если вдруг, приспичишь, какой-нибудь на крючочках, маленькую резинку, но это делать надо, это лайфхаки, кстати, короче, геморройно, опять-таки, не получится тогда вершу использовать, замки только нижними работать, ну, что поделать, замков зато немерено, замков он раз-два, то есть, она трансформирована, можно и в эту сторону откидывать, руку просовывать, то есть, ну, основная дверь очень удобная, на порядок удобнее, чем у той палатки, именно из-за того, что не замокает, и вторая дверь тоже овалом, в принципе, можно там высунув ноги, то есть, вести, короче, разумную хозяйственную деятельность, предбанник, и предбанник очень у нее, такой комфортабельный, здоровый, опять-таки, сухой, вот покажу сейчас с этой стороны, при всем богатстве, вот, воды и всего-всего, предбанник сухой, абсолютно, там он колышком, он к тому же колышком растягивается, то есть, по части отпихивания воды, она, конечно, сплюнуть 10 раз, но она неплохо сделана, ну, а дальше, слушаем прибой, ветер, завывание, этих, тепловозов, там, даже браконьеры попрятались, я даже вот вспотел слегка, сейчас поел, ну, наверное, опять лягу спать, может, ночью будет веселее, тут, видимо, ночью интереснее жизнь, чем днем, извините за, про, как говорится, много наобещал, новость дел, с интернетом, ну, такова реальная, как бы, ситуация, вот, жизнь всегда вносит коррективы, любые приключения могут пойти, нифига не по плану, попытка его придерживаться, часто ведет, гибели, поэтому лучше импровизировать, а импровизировать, слава богу, есть, костер не разжигаю, хотя уже собрал, там сложил, просто, жду все-таки, когда станет по суше, прекратится дождь, может быть нормально, накрестливый, босичком, от души утонувшего комара, оттуда, но зато здесь сухо, относительно, сейчас обоюсь, белые барашки на волнах, бушуют вовсю, прям, безумно, шторм морской почти, дюны, вот сопка рядом, здесь поселок, поселок здесь ложбимый, вид изумительный, пойду гулять сейчас, просто ради любопытства, поставлю сейчас часть, и пойду погуляю, это все дождик, начудил, пробочку я вынул, ну, выливается с трудом, потом вычерпаем, куда-то пропал носок один, найти не могу, ветер штормовой, и, что-то мотает, прям, на удивление, неопределенно, здесь, очередной вариант, закрепления тента, сносит его, карабинчики штатные, я и машины подключену, где-то, ящик, вот лагерь, все, в общем, можно сказать, печально, даже, вон торчат, галки, маленькие, ну, тоже деревья, иду искать носок, явно, если его сгул, вот сюда, хотя он тяжелый, чтобы его таким ветром унесло, может, утащил кто, какая зверюга, птица, скорее, утащил кто-то его, пойду, вот, прогулянся, вот, бородок, сгора, в яму, провал, поеду, то есть, это чехол, грубо, сомнувало, необнородный перец, хотел я, конечно, туда, вот, где выше, ну, не так, по пути, жеста, вон мыс далеко, там, про который говорил, и залив, это вот я с ним разминулся, а я вышел, где-то, вот, где первое, не так далеко, люди, там, где-то, не ясно, туда-дождя, рыбачили, акинули, вот, еще одна яма, грунт, как вы видите, песчаный, собственно, я ищу нормальные шесты, какие-то, ну, хилы, ивы, надо идти дальше, вот, тоже, непонятки, что за землянка какая, облака, ушли вверх, дождь прекратился, с полчаса, но зато ветер штормует, может даже сейчас, вот, видно, какие они прут, шквал такой циклонистый, идет с моря, то есть, вообще непонятно, он такой, не характерный, выжимает с Охотского, ой, с Охотского моря, с Татарского пролива, с Японского моря, ну, там циклон прошел, вот он к нам сейчас, вон, скорость какая, движение облаков, бух, тут еще и реки текут, оказывается, то есть, это, конечно, не реки, а шнуровавшиеся протоки, вон туда дальше, там должно быть, озеро залив, но смотрится, как будто, вот, пересохшая река, обнаружил, следы человеческого пребывания, конечно же, страч, вот, нужный мне, сухостой большой, но я туда, может, и доберусь, по той стороне, вон, заливчик, вода уже, затхла, от жары, рыбы, не вижу, малька, даже куча уток, вот, рванули, женская, детская нога, что-то грязь, носил, тут пробовал, пробиться, вон они пошли, понятно, вот у них, наводнение, все это было под водой, чайка, а вон поселок, с той сторони Амура, ветер так дует, аж камеру сносит, порой, ну, грозный, конечно, вид, раньше таких вот мертвых берегов не было, в 1913 году, хищнического отношения, ну, значит, 0,4 метра, это 10 метров, 1 метр уровень, плюс еще 8 метров, так, уже, воды, все эти берега в Одессе, кошмар, выживает, самая живучая, трава, это, наверное, свежепосеянная, фернивходы, хотя тут сейчас самые плодородные, все как нельзя, вот, даже болото не выжило, вон, единственная кочка осталась, хотя, кочкарник был, на островах, как бы, основным, вот таким вот, видно, вот, кочка, занялся, задал себе консерок, с учетом того, что, много, травишек, но, тем не менее, вот, ветер поддувает, такой силой, что, просто, тяжело было его распалить, а сейчас, в принципе, просушит, сырые, хочу я супчик сделать, жиденького, что-то хочется, тепленького хлебать, вот, сейчас, соображу, вот здесь, вот, суп из пачек, каких-нибудь макарон, или с копченой степи, у меня есть, у меня даже есть такая, экзотика, как, господи, как его называют, запамятовал, да, но, тем не менее, три вида разных супов, добавки, пуженинки, плюс, вот, огурчики, варенье, малиновое, что еще нужно, чтобы встретить, как говорится, это вот, на приманку, крошки пойдут, как, ну, не думает стихать, я так думаю, будет до утра, это вот, фронт, он пока не пройдет, надолго, в общем, такая хрень, может, ночью опять дождь будет, когда понизится, ну, в целом, так, 20, глаза слезят, это мне уголер попал, глаз, это так против ветра, причем, прилетел, вот, он уже полыхает, вот, сейчас, полышки, просит у меня ехать, вот, полышки, повесить на цепочке, и вот, газ надо экономить, а то сильно дорогое довольство получит, нагадик, сумасшедший ветер, за 30 минут от костра, ничего не осталось, но супчик у меня готовится, вот идет толкач с баржей, на горизонте, если видно, вот белый, он поворачивает как раз на фарватер, здоровенный, волны, блин, морские, супчик минут через пять будет готов, я убегаю в палатку, потому что, ну, честно, задолбало тут на ветру, даже голос охарит, наверное, на Люси коньячку, почему нет, и буду дальше гурмазывать, черный хлеб у меня там, вот такое лето, Наталья, лето, еще раз покажу, снаружи домик, натурный, ветроустойчивость умеренная, то есть я даже дополнительные не ставил, еще есть колышки для ветра, пока не ставил, но вот этот угол меня так, не удовлетворяет, почему он именно так вот расположен, я не знаю, почему именно он ведет себя так, загадка, опять песка насыпало, не вода так песок, а в остальном, ну и, конечно, вот не сошлась, вот по лямкам почему-то швы, как я их тут не загибал, и стоя с этой стороны, бесполезно, вот не хотят они все, попадать на, направляющие, ну, а в целом, неплохая палатка, шикарная, но одного, как бы не для русского человека, то есть в лесу, где-то, где нет, вот таких вот, вещей, может быть неплохо, а на речке, наверное, она все-таки муторна, слишком много точек надо, дополнительных, это как бы напрягает, на речке, дай бог, 4 или 8, на иди, думаешь, что вечер, за счет зацепиться, или камни булыжники, или что-то еще, поэтому, ну, она, видите, внешних не требует подвязок, так можно еще по штормовому закрепить, вот здесь, допустим, здесь, там, в трех местах, раз, два, три точки, просто будет мешать ходить по этому, конечно, вот эту надо раскрепить по штормовому, я, наверное, так и сделаю, потому что у меня ножик висит и шатается, в эту сторону я не хожу, надо ее подтянуть, будет, к дереву, вот к этому, ладно, побежал за супчиком, а то проболтаю с вами, и супчик просмотрел, тут он уже на подходе, вот такой, отварит здесь суп-хорчок, повременить решил я, с палаточной жизнью, вот теплоход уже дошел, до меня, вот пеша ползет, пойду кушать, тут мне ветром сдуло стул, пока я устанавливал штормовые растяжки, буквально на три минуты отвлекся, и ветром дуло, ну, стул уже поставил костру, хотел сесть у костра, косточки свои погреть старые, только пристал, и на тебе, улетел нафиг в огонь, все, поэтому, сижу в отдалении, кушаю, супчик, буженинка, рах, объедини, и так далее, вот-вот сядет камера, такая идиллия, если просли сосны, это было приштое из моря, но это Дальний Восток, растут илы, расход воды большой, осталось полтора литра, залился, тянет, и зато полный термос, три литра в сутки, расход воды, как не хочешь, при этом я был, зато две тарелки супа съел, о, опять начало капать, ну, елки-палки, кажись, моя идиллия заканчивается, надо опять прятаться, только я расслабился, часть-ка полтора, как, тут еще сдуло у меня крышку в грязь, придется ее обжечь, сейчас закипит чайок, еще долью, внутрь себя и в термос, тут вот вытряхнул песок, тент-то все в песке, вот сейчас он сушится, песок просто, пеноменальный, блядь, везде, это нижняя часть, вся в песке, ну, потому что, с подветренной стороны, не угадал я, когда ставил, я думал, ветер будет с другой стороны, кстати, ну, как бы, ладно, раскрепил, на три растяжки, в общем, бить меньше стало, уже плюс, поселок там, живет своей жизнью, даже собаки затихли, ночью гавкали, вон, дача там все, туда даже автобусы, входит, редко капает, но метко,